Я не толкаю. Да не тыкай мне, не тыкай. Не толкаю. Извините, будем все спокойно. Что, что, что? Я прошу прощения, мы спокойно разговариваем. Ты разговариваешь с народным депутатом. Ничего, спокойно разговариваем. Да ничего страшного, еще раз говорю. Это прекрасно, что идет видеофиксация. Что вы здесь делаете в квартире? Сейчас идет рейдерский захват квартиры. Да, конечно. И вы становитесь участниками данного преступления. В данном случае идет рейдерский захват квартиры. Замечательно. Кем? В вами непосредственно. Я хочу понять, а что здесь происходит? У нас здесь женщина, у которой ребенок. А можно объяснить? Вы понимаете, что вы участник преступления? В данном случае, а? В данном случае, вы понимаете, что вы участник преступления? А? Вы знаете про презумпцию? Я прошу прощения, я говорю. Вы понимаете, что вы сейчас участник преступления? Вы это утверждаете так, как будто я действительно... Спокойнее разговариваю. Я говорю еще раз. А то что? А ничего. Как полиция разговариваете? Кошмар, это полиция. Вы же должны быть примером для всех. Еще раз говорю. Вот эти подобные истории по рейдерским захватам квартир и выбрасывания людей на улицу. Вы поняли меня? Посмотрите документы. На каком этапе? Да без по-моему. Без по-моему. Еще раз говорю. Еще раз говорю. Это... Не кричите. В смысле? Просто не кричите. Ты вломался в квартиру на сего? Просто не кричите. Есть, я прошу прощения, решение суда. Что вы вломались в квартиру. Решение суда есть. А что вы здесь делаете? Мы здесь делаем, потому что вы... Я прошу прощения. Есть решение суда. Вы вломились в квартиру. О чем решение? Собственник зашел в свою квартиру. Собственник зашел в свою квартиру. На каком основании здесь люди находятся? На каком основании? У нас есть право собственности, у нас есть адвокаты, они не имеют права заходить. Вот оригинал документа, я собственник, я единственный собственный. В данном случае, это захват здесь есть, состав преступления. Какого? Какого преступления? А вы кто, я прошу обращения? Охрана, а что вы здесь делаете? Я прошу обращения, а что здесь делают вот эти люди? У них есть документы? Я прошу обращения. Сотрудники полиции, я прошу обращения, вот это кто? Эти люди пришли со мной. Я спрашиваю, кто это? Пожалуйста, нам нужно освободить. Кто это такое? Это охранная фирма. Да, я лично тебя что-то спрашиваю. Ты полицейский, я прошу обращения. Ты что? Подивите, как народный депутат спалкуется с полицией. Я народный депутат. Я прошу обращения. Я не предупреждала. А с какой целью вы высвилили? Потому что я же не знаю, кто в нашей квартире. На вашей квартире, это не ваша квартира. Это моя квартира, я собственник. Это не ваша квартира. Элент, я же закрой рот. Элент, закрой рот ты, послушай. Ты кого рот закрой? Тебе, лично тебе закрой. Лично тебе. Лично тебе. Понял меня? Ты на голос взял? Да тебя ими. Успокойтесь. Я сейчас к полиции... Успокойтесь. С какой стати вы находитесь в моей квартире? Я на сегодняшний день. Вы на сегодняшний день. Кто вас вызвал сюда? Я народный депутат. А чего вы сюда приехали? Надо на кого позвонить. Кто вас вызвал? А где ваш ребенок? Кто вас вызвал? Скажите. Что вот это за люди? Извините, пожалуйста. Господин народный депутат. Кто вас вызвал? Это не к нам вопрос. А? А кому? А вот вы... Кто вас вызвал? Способствовали незаконному... Почему незаконному? Собственник зашел в квартиру. Я прошу прощения. Незаконному лоббированию интересов. Вы понимаете, что вы сейчас участники преступления? Я собственник. Да нет. Вы... Вы занимаетесь самым правом. Вы понимаете, что вы сейчас по делу? Вы когда стали собственником в квартире? Три месяца назад! Три месяца назад! На каком основании? Публичные торги. Такими торгами? Вы банковские истории сейчас протягиваете? Я могу дать документы. Я могу вам дать документы. Ну ладно, я же говорю, сутри. Хорошо, вопросов нет. То есть вы через банковские торги? Нет, не банковские. А как? Через государственные. Страна Украина. Какого? Чего высление? Здесь никто не прописывает. Выселять кого? Здесь никто не прописывает. А здесь несовершеннолетний ребенок. Смотри, иди сюда. Иди сюда. Так, все правильно. Здесь находится несовершеннолетний ребенок. И в данном случае ваши действия незаконны. Вы, каждый из вас. Каждый из вас на сегодняшний день. А на каком основании находятся? На каком основании? Пожалуйста, ваше указание. Адвокат есть. Давай общаться с адвокатом. Адвокат, адвокат. Можете с вами пообщаться на спокойных тонах? Я собственник. Я собственник. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь. Что вот это за люди? Да, представьтесь, пожалуйста. Покажите документы. Слышишь, швед? Я тебе задаю вопрос. Кто вы? Вы кто? Жена собственника. Отлично, документы. Вы кто? Представьтесь. Вы в моей квартире. Вы в моей квартире. Вы кто? Вы кто? Вы кто? Потому что вы сейчас, вы сотрудник полиции. Это все будет в интернете. И вы станете известны. Просто так тут стоят. Илья, еще раз говорю. Вы сейчас часть рейдерского захвата квартиры, в котором живет несовершеннолетний ребенок. О каком основании? Не кричите. Еще раз говорю. У вас нету суд. Пожалуйста. Какой суд? О чем? Есть решение о выселении несовершеннолетнего ребенка. А кого выселять? Кого выселять? Не кричите. Да, закройте свой рот. Не затыкайте рот жене. И кричите. Илья. Еще раз говорю. Вы преступники. И ты преступник. Потому что часть вот этого всего бардака по выселению ребенка из квартиры. Ты швец преступник. Ты понял? Я тебе просто говорю. Ты швец. Я на тебя заявление. Она пишет заяву. Ты научись разговаривать. Ты что с ума сошел? Я еще раз говорю. Я как адвокат называла срок. Можно уточнить вообще личности всех людей, которые... Я прошу прощения. Пройдите, пожалуйста. Проходите. Я прошу прощения. Вы с какого рая дела? Соломинского. Оболонский. Хорошо. Значит, в данном случае я вам, как народный депутат, сейчас хочу сделать заявление, что происходит незаконное вламливание в квартиру и выселение ребенка, несовершеннолетнего ребенка. Вы ворвались. Еще раз говорю, несовершеннолетнего ребенка. Вы поняли меня? На каком основании он здесь находится? Я прошу, в данном случае... Давайте установим людей. Я здесь... Давайте установим людей. Я не знаю, кто... Вы ворвались, дайте нам сказать. Это охрана... Я прошу прощения. Какая-то охранная фирма. Это, по-моему, это бандиты. Какие бандиты? Может, у них есть оружие. Мы установим личности. В данном случае... Да, я прошу установить всех... Начиная с вас. Начиная с вас. Вот вы кто? Вот вы кто? Кто вы? Я адвокат Боднар Богданов. Отлично, документы. Отлично. Зафиксировали? Документы. Зафиксировали. Документы, покажите свои документы. Я же тоже... А давайте теперь друг другу покажем документы. Наконец-то. Наконец-то. Показывай. Показывай. Я адвокат собственника. Я прошу вас, установите особой. Адвокат собственника, который... якобы три месяца назад купила. Вы знаете, что по затруднику Украины несовершеннолетних детей выкидывать из квартиры нельзя. Я знаю, а что здесь находится? Еще раз, здесь есть несовершеннолетний ребенок. Он прописан здесь? Я сейчас говорю, что на сегодняшний день в квартире, пойди покажи, несовершеннолетнего ребенка. А он здесь живет, у него здесь есть его вещи. Здесь живет ребенок. Здесь идет часть рейдерского захвата, в котором принимает активное участие национальная полиция в лице швейца. В данном случае, я сейчас об этом... Смотри, вы меня услышали? Еще раз говорю, вы меня услышали? Я вас услышу. Давайте для начала здесь ребенок выйдем. Нет, так все выйдем. Все, вот все выйдем. Заберите вот этих бойцов. Что вот это в сумках? Что у них в сумках? У вас оружие и наркотики есть с собой? Илья, мы же не вы, не надо стараться себя работать по себе. В данном случае я задаю вопрос. Илья, в данном случае... Вас ты позвал, вас ты позвал. Меня позвала совесть, еще раз говорю. Понятно? Женщина, у которой малолетний ребенок. Малолетний? У женщины. Пускай едет в свой дом, не живой. Они все едут в моей квартире. Все, все, все. Правильное на деле. Своих заверший. Я прошу прощения. Вы офицер по стации. Старший, поперпомощенный офицер. Вы руководитель следственной оперативной группы. Руководитель следователь следственной оперативной группы. Продолжение следует...